Привет, друг! Ты, возможно, уже знаешь по другим моим курсам, что мы много внимания уделяем правильному творческому состоянию, снимаем психологические блоки, которые стоят между нами и наслаждением творчества, между нами и наслаждением жизнью. Давай на этом курсе поставим себе такую задачу получить максимальное удовольствие именно от процесса и проведем эксперимент, как это отразится на результате. Для этого на каждом уроке давай первым делом будем производить сонастройку. Будем настраиваться на это особенное творческое состояние и будем на связи друг с дружкой. Я называю это состояние наблюдателя. В творчестве это проявляется так. Моё внимание находится внутри меня. И я как бы через свои глаза наблюдаю, что в этот момент делают мои руки. Вот как сейчас ты наблюдаешь за тем, как они рисуют рыбку луну. А я сейчас наблюдаю за тем, как я монтирую этот ролик и делаю озвучку. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что это то же самое состояние, которое один православный святой, митрополит Антоний Сурожский, назвал правильным молитвенным состоянием. И он сравнивал это состояние с бирдвёрчингом. Бирдвёрчинг с английского обозначает наблюдение за птицами. Это хоббит такое у некоторых людей. Они выходят до рассвета из дома, садятся под куст и ждут рассвета. И в этот момент они находятся в состоянии одновременно предельного внимания и предельного покоя. И мои видео помогут тебе понять, в правильном ли ты творческом состоянии сейчас находишься. Например, если сейчас тебе хочется увеличить скорость их воспроизведения, значит, мы с тобой не сонастроены. И тогда, пожалуйста, всё внимание переведи внутрь себя. И проследи, что именно мешает тебе сейчас успокоиться. Отпусти все твои дела и подари себе эти полчаса. Проследи за тем, чтобы тебе было комфортно, чтобы тебя никто не отвлекал, в том числе лишние предметы. Дыши медленнее, глубже. Напои себя чаем. Затем бери пластилин и из самой глубины твоего покоя начинай наблюдать за тем, как твои пальцы разминают этот кусочек, какую форму они ему придают. Я оторвала кусочек и делаю из него кругляшек. Не очень плоский, чтобы можно было убрать там, где надо. Вот, например, к хвостику я сделаю его немножко тоньше, чем на носике. и приплющу сверху и снизу. А потом я намечаю нос, но не строго на половине лица, а по правилу третей. Считается, что довольно гармонично выглядит, если вот мы разделим форму на три части, и нос, например, две из них будет снимать. Сейчас мы с тобой лепим скульптурный эскиз. Представляешь, ты сейчас настоящий скульптор. И ты исследуешь форму своего будущего произведения через этот эскиз. А когда ты перейдешь на более крупный размер, ты уже будешь знать, каким образом форма меняется. И у тебя уже не будет никаких вопросов. Все вопросы решаются на стадии скульптурного эскиза. Например, я сейчас хочу сделать щечку более толстенькой. Я добавлю немножко с одной и с другой стороны. и смотрю, как у меня получается, нравится мне или нет. Заглаживаю это все. Получается, что на щечках форма расширяется, а к хвостику плавно сужается. Нам нужно еще красиво вписать нос в щечки. Вот я хочу, чтобы щечки были еще более толстенькими. сейчас я намечу глазки углубления. Как бы глазницы нам нужны. Там мы разместим потом глазки. И вот видишь, я сейчас показываю изгиб формы, я его показываю линией. Как щечки взаимодействуют с носом. Вот именно по этой линии. Нос у нас толще, чем хвостик, немножко. Как бы к хвостику получается горочка. я надеюсь, что я не слишком быстро рассказываю тебе. И ты успеваешь погрузиться в атмосферу творения формы. И давай твое домашнее задание будет разобрать форму рыбки луны на скульптурном эскизе. А потом мы вместе с тобой сделаем эту форму в размере. И ты, пожалуйста, делай так, как тебе нравится. Не обязательно делать точно такую же форму, как у меня. Попробуй поработать над персонажем. Может быть, нарисую его сначала. поиграйся с формой как с конструктором. Посмотри, как разные детали формы взаимодействуют друг с другом, как они перетекают друг в дружку. Я думаю, что у тебя будет много интересных открытий на этой стадии. Ну и, конечно, присылай свои эскизики в чат нашей школы. У нас там очень поддерживающая атмосфера. Нам очень приятно творить вместе и делиться своими работами, открытиями. Федорук, волшебного тебе времяпровождения. пока.